Как связать свое сердце со Всевышним Аллахом, искать Его общество и наслаждаться поклонением Ему и поминанием Его имени? Как же много беспечных людей, не находящих интереса и нужды в чтении и изучении Корана, поминании Всевышнего Аллаха и считающих подчинение Ему тяжким временем? И как же мало тех, кто с великой радостью исполняет веление Творца, отстраняясь как от огня, от всего того, что Он запретил? Как же добиться этого высокого и почтенного положения, когда раб наслаждается своим поклонением настолько самозабвенно и покорно, что он напрочь забывает обо всех других наслаждениях этого мира? Любовь к поклонению – это милость Всевышнего Аллаха, один из самых Его величайших даров. Поклонение является целью существования человека, и если он покорно и с радостью совершает эту свою обязанность, то нет на свете человека счастливее его. Однажды посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал одному из своих самых любимых сподвижников, Муазу ибн Джабалю, «О, Муаз, клянусь Аллахом, поистине я люблю тебя!» Сказав это, он покорил все внимание своего сподвижника и достучался до самых глубин его сердца. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, «О, Муаз, клянусь Аллахом, поистине я люблю тебя, затем я наказываю тебе, О, Муаз, никогда не переставать говорить в конце каждой молитвы, «О, Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить тебя и поклоняться тебе наилучшим образом». Если человеку будет дарован на возможность поклоняться Аллаху наилучшим образом, его сердце непременно наполнится божественным светом, а душа счастьем и успокоением, и его поклонение непременно принесет благодать в его жизнь. Большинство испытаний и бедствий обрушиваются на человека по причине его беспечного и небрежного отношения к правилам Всевышнего Аллаха. Поклонение является его правом, и если раб соблюдает это право наилучшим образом, то налаживается его мирская жизнь и дела его вечной жизни. Однако для этого необходимо прилагать огромные усилия. Сладость поклонения и покорности могут почувствовать только те, кто ежедневно трудится над собой. Этого не добиться ленью, праздностью и досужими мечтаниями. Только терпением и великим трудом достигается желаемое. Таков нелегкий путь праведников, которые в качестве награды за свои старания, за то, что поборули свои страсти и смогли усмирить свой непокорный и строптивый навс, стали наслаждаться поклонением. Эти праведники, когда встают на молитву, с первого своего такбира забывают обо всем, кроме Всевышнего Аллаха. Некоторые, даже закончив молитву, из-за максимальной сосредоточенности забывают о том, что происходило с ними до молитвы. Таковыми были большинство сподвижников, табиринов и великих предшественников нашей уммы. И это противоположность того, какими являемся мы, какими являются большинство мусульман сегодня. Сегодня во время молитвы человек вспоминает о своих делах, о которых он забыл до того, как встать на эту самую молитву. Праведники, достигшие того положения, когда они наслаждаются поклонением Всевышнему Аллаху, произносят каждое слово зикра с великим трепетом, вникая в его смысл. Такого положения может достичь только тот, кто хорошо знает Господа, которому он поклоняется. Сколько человеку приходится подчиняться тем, кто выше его по статусу, своему директору, начальнику, отцу и так далее. Что же говорить о величественном властелине, которому подчинены все творения в этом мироздании? Даже те, кто не хочет подчиняться ему добровольно, рано или поздно подчиняться и покоряться ему против своей воли. Лучшее поклонение совершается только тогда, когда ты осознаешь и понимаешь, кому ты поклоняешься. «Изучай все, что неспослано о твоем Творце. А о каком бы из его имен и описаний ты не прочел в Коране, изучи его, запомни. Узнай его смысл, толкование к нему, пусть это закрепится в твоем сердце. Читай с покорным, внимательным и жаждущим сердцем. Что бы ты ни узнал о своем Господе, это непременно оставит свой след в твоей душе и непременно положительным образом повлияет на твое поклонение». Другим фактором, способствующим улучшению отношений человека с его Творцом и помогающим наладить его поклонение, является знание о том, что каждый вид поклонения был узаконен с особой мудростью. «Не совершай поклонения без изучения его мудростей. У каждого вида приближения к Всевышнему Аллаху есть отведенное для Него время, а также определенные действия и слова. У всех этих действий и слов есть свое назначение и мудрость. Почему посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, совершал какое-либо поклонение в определенное время или произносил какие-либо слова в определенной части поклонения? В хадисе передается, что после витр-намаза пророк, саллиллаху алейхиссалям, трижды произносил «Субханальмаликуль-Куддус». Причем в третий раз он слегка повышал голос. Почему именно после витра? И почему именно эти имена Всевышнего Аллаха, а не другие? У всего есть причина и мудрость. Изучая это, человек становится ближе к своему Господу и становится способным совершать свое поклонение так, как об этом говорил пророк, алейхиссаляту ассалям, в том хадисе, то есть наилучшим образом. Станьте частью нашего дауата и получите вознаграждение садака Тульджария. Посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть даже оно будет небольшим». Также он сказал, «Кто укажет на добро, тот получит такую же награду, как и совершившее это добро». Вы можете сделать пожертвование по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно!